Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы советуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзора на машины в формате тест-драйвов, а также в формате технических обзоров, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Не секрет, что в последнее время праворульные автомобили переживают своего рода ренессанс. Связано это как с сокращением предложения по автомобилям у официальных дилеров, если говорить про новые машины, так и про скуднеющие ряды леворульных автомобилей на вторичке тоже. Этот тренд находит отражение и в нашей компании, причем в наши руки начинают попадать автомобили, достаточно свежие, возраст которых не превышает 3-4 лет. В сегодняшнем обзоре мы поговорим про один из таких свежих автомобилей, который до сих пор находится на конвейере. Это малолитражный хэтчбэк, причем малолитражный здесь это не фигура, речь о литраж автомобиля действительно небольшой. Машина довольно популярна у себя на родине и вдобавок относится к продукции крайне известного и уважаемого на просторах нашей родины концерна Toyota. Встречайте, Toyota Yaris в кузове XP210. Предыдущие генерации этой модели на внутреннем японском рынке носили наименование VITS. Yaris эти машины назывались на европейском рынке, но на четвертой генерации компания Toyota решила сделать рокировку и название VITS исчезло из продажи. Теперь эти автомобили предлагаются только под новым наименованием. Эта модель действительно недавняя, машины появились в 2019 году и с 2020 года в гамму комплектации был добавлен вариант трехдверного хэтчбэка. У себя на родине эти автомобили комплектовались тремя вариантами силовых установок. Младший двигатель имел объем 1 литр и 69 лошадиных сил. Такие машины комплектовались только вариаторной коробкой и передним приводом. Далее в гамме моторов была полторашка на 120 лошадиных сил, обычно бензиновый. Этот двигатель опционально сочетался помимо вариатора еще и с шестиступенчатой механикой. И вдобавок такие автомобили могли иметь полный привод. Ну а вершиной комплектации этой машины можно считать гибридную версию. 1,5 литра на 91 лошадь плюс 80 лошадей электромотора. И опять же опциональная полноприводность. В данном случае при помощи дополнительного электродвигателя на задней оси. Наш сегодняшний экземпляр это 2020 год выпуска. Однолитровый мотор на 69 лошадей вариатор и передний привод. Пробег по Японии 66 тысяч километров. При взгляде со стороны очевидно, что Toyota Yaris это все же компактный хэтчбэк. Длина этого автомобиля 3 метра 94 сантиметра. Ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 50 либо 1 метр 51 сантиметр. В зависимости от исполнения. Колесная база этого хэтчбэка 2 метра 55 сантиметров. Машина легкая, снаряженная масса всего 940 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то в среднем по больнице эти автомобили имеют толщину окраса не превышающую 127-130 микрон. В среднем разброс будет колебаться в диапазоне от 90 до 130, если говорить про родной окрас. Так что окрашен этот автомобиль стандартно по тойотовским меркам. Ну а что касается коррозионной стойкости кузова, говорить об этом на настолько свежих машинах пока еще преждевременно. Я думаю лучше выждать лет эдак 5-7, пока какие-то моменты прояснятся по этому поводу. Ну а по части заводской антикоррозионной обработки мы сделаем некоторые выводы в дальнейшем, осмотрев этот автомобиль снизу на подъемнике. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Все же это хэтчбэк, хоть и компактный, а значит какая-то доля практичности у него быть просто обязана. Доступ в багажник нам открывает крышка, которая в принципе достаточно не тяжелая. И бросается в глаза в целом довольно неплохая ширина проема для такого компактного автомобиля. По каталогу объем этого багажника 209 литров. Давайте посмотрим сколько это в линейных размерах. Длина багажного отделения по полу при поднятых спинках задних сидений порядка 62 сантиметров. Ширина по полу между пластиковыми панелями порядка 1 метра ровно. А полезная высота порядка 55 сантиметров. Если же вам надо увести какой-то габаритный груз, вы можете сложить спинки задних сидений. Делать это придется из багажника, но не велика потеря, расстояние-то небольшое. В ровный пол они здесь не сложатся, будет ступенька. Но при этом полезная длина до спинок передних сидений у вас увеличится где-то до 135 сантиметров. Ну а если груз будет действительно габаритным, вы протолкнете его до самой передней панели, то вы можете рассчитывать на полезную длину порядка 2 метров 5 сантиметров. Для маленького автомобиля в целом неплохо. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажном отделении, здесь по большому счету говорить совершенно не о чем. Разве что есть небольшой крючок с боку на боковой панели багажника, за который можно зацепить, например, какой-нибудь пакет, чтобы он тут не болтался. И с противоположной стороны располагается плафон освещения. Что касается дополнительных ниш под полом, в данном случае у нас докатки нет. Есть пенопластовая емкость, где лежит часть ремнабора герметика, компрессор и буксировочная петля. Собственно, больше никаких интересностей в багажнике Яриса мы не обнаружим. Ну а теперь, что касается интерьера Toyota Yaris. Попадая сюда, первое, что успеваешь отметить, это крайне необычные формы кресла. Необычные для данного класса автомобилей. Своим внешним видом эти сидения напоминают спортивные ковши. Здесь нет отдельного регулируемого подголовника. Это сплошная спинка. При этом сидеть достаточно удобно. Здесь гораздо больше боковой поддержки, чем того можно было ожидать. Что касается посадки за рулем в целом. При росте 1,86 м мне удалось устроиться за рулем достаточно удобно. Не сказать, что здесь сверх много места, но и какого-то ощущения давления здесь тоже нет. Хотя автомобиль действительно компактный. Регулировка рулевой колонки здесь присутствует. Реализована она механически, но при этом диапазон-то очень большой. Так что подстроиться под себя получится у практически любого водителя. Что касается диапазона регулировок сидения, то в плане продольной регулировки это максимум. Что можно сделать еще, так это опустить подушку сидения вниз. В этом случае, если убрать его в максимально нижнее положение, я могу вытянуть левую ногу в колени и при этом не достаю до пола салона. Так что в плане посадки за рулем Toyota Yaris подходит даже рослым водителям. Что касается удобств в виде подлокотников. Центрального подлокотника здесь нет как понятия. Левая рука у вас будет либо на руле, либо где-то лежать на тоннеле. Под правую руку подлокотник есть, но с моей регулировкой сидения он бесполезен, поскольку локоть на него не попадает. Локоть в данном случае упирается в центральную стойку. Здесь довольно необычное решение в плане внутренней ручки открывания передней двери. Необычная и не особо удобная. Ручка находится внутри дверной карты, как бы на втором нижнем этаже, под блоком управления стеклоподъемниками, который, кстати, здесь абсолютно традиционный. Здесь же находится кнопка складывания боковых зеркал и их регулировка. Внизу справа от руля располагается целый блок, где могут располагаться клавиши в старших комплектациях, но в нашем случае здесь только корректор фар и система переключения света ближний-дальний. Вместо остальных кнопок у нас в данном случае шесть заглушек. Что касается рулевого колеса, несмотря на отсутствие кожаной отделки, руль здесь удобный. Он маленький и очень хорошо лежит в руках. Также практически в любом положении вы не перекрываете приборную доску. С правой стороны три заглушки. Присутствует система контроля движения в полосе и клавиша переключения треков на мультимедийной системе. С левой стороны блок управления опять же мультимедия, но здесь уже громкость, громкая связь и телефон. Подрулевые переключатели находятся на своих местах, тянуться к ним не нужно и перещёлкиваются они с очень приятным усилием. Я бы даже сказал, что они делают это мягко, без всяких дешёвых пластмассовых щелчков. У нашего автомобиля два родных ключа, соответственно здесь бесключевой доступ запуск двигателя осуществляется кнопкой с левой стороны на панели, но к её местоположению придётся немножко попривыкнуть. В плане климат-контроля здесь всё очень просто. Тут обычный кондиционер, три поворотные ручки, пользоваться которыми удобно, логика абсолютно понятна и усилие выверенное. Плюс присутствуют щелчки, позволяющие вам понять, насколько вы повернули ту или иную рукоятку. Это касается причём даже ручки регулировки температуры. Можно всё это выполнять, не отвлекаясь от дороги. Мультимедийная система в данном случае у нас имеет множество режимов работы, большой экран и сюда можно вывести картинку с камеры заднего вида. Причём в нашем случае эта камера имеет несколько режимов отображения в плане угла обзора, их здесь два. Что-то подобное можно наблюдать на Хондах. А также вы можете менять варианты отображения траектории движения. То есть камера будет показывать, куда поедет машина при вывернутых колёсах, что, опять же, очень удобно на самом деле. Что касается обзорности вперёд в этом автомобиле, при моей регулировке сидения я успеваю отметить довольно низкий козырёк крыши. При такой регулировке и посадке мне даже не нужен противосолнечный козырёк, который превращает лобовик практически в амбразуру. Если открыть оба козырька сразу, то пространство между зеркалом и противосолнечными козырьками становится уж очень узким. Хотя на вождении, по большому счёту, это не особо сказывается. Зато боковая линия остекления в этом автомобиле довольно низкая. А боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, в целом информативные. И пользоваться ими удобно. Ну а с обзорностью назад вопросов нет. Благо здесь есть камера заднего вида и огромный монитор. По части подстаканников и прочих бардачков и полочек. В данном случае у нас есть два подстаканника в центральном тоннеле рядом с ручником. Также есть небольшой бокс, куда можно что-то насыпать или положить. Он очень неглубокий, маленький по площади. Есть полка, на которой можно разместить что-то более существенное 12-вольтовая розетка внизу. Полочка под мобильный телефон, причём реально удобная. Даже мобильник крупного формата ложится сюда без всяких проблем. Дополнительная маленькая полка над бардачком под мелочёвку, которая отсюда вряд ли укатится благодаря поднятым вверх краям. Ну и штатный бардачок. Небольшой по площади, но в целом под документы пойдёт. Внизу дверных карт есть карманы под пол-литровую бутылочку. На этом, собственно, всё. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается пространства на втором ряду. От компактного автомобиля ожидать чего-то в этом смысле было бы, наверное, опрометчиво. Но факт есть факт. Мои колени здесь упираются при моей же регулировке в спинку переднего сидения. Напоминаю, мой рост метр восемьдесят шесть. Но при этом бедро не отрывается от подушки сидения. Здесь сидение заднего ряда намного выше передних. И сидишь как бы в амфитеатре. Если бы в данном случае в автомобиле были бы классические кресла с подголовниками, от этого был какой-то толк в плане обзорности вперёд. Но цельный глухой подголовник, наподобие того, как это было реализовано в ВАЗ-2107, полностью атрофирует обзорность вперёд. Благо, боковая линия остекления в данном случае относительно низкая. И хоть в боковые окна можно отсюда что-то разглядывать. Сама подушка сидения практически плоская. Тоннеля на полу здесь нет. Посадка довольно вертикальная. Но не сказать, что неудобное место над головой. Хоть и минимальное, но присутствует. Центрального подлокотника, естественно, здесь нет. Да он, по большому счёту, и не нужен. По ширине этого сидения более двух взрослых человек вы сюда не посадите. Хотя третий ремень формально есть. В плане удобства для задних сидоков практически ничего Ярис, естественно, не предлагает. Кроме, разве что, небольшого крючка, на который можно что-то повесить слева и справа. Возможно, для одежды, пиджак или куртку, например. Здесь подлокотник. Причём, пластмассовый и жёсткий под правый локоть, опять же, не сильно удобный, скажем так. И ниша под бутылочку, либо стакан внизу дверной карты. Для тех, кто ездит с детскими креслами, хорошей новостью будет наличие здесь креплений типа Isofix. Но отправляться или нет в дальнюю дорогу на заднем сидении компактного хэтчбэка, тут каждый для себя будет решать сам. Но если водитель немножко подвинется вперёд и будет менее рослый, в принципе, заднее сидение Яриса для этих задач подойдёт. Что касается агрегатной линейки Toyota Yaris, то базовым двигателем в данном случае, и это наш случай, выступает 1KRFE. Этот двигатель довольно старый. Он появился ещё в 2004 году. Собирали этот мотор на нескольких площадках, в том числе и в Японии, и в Европе. Мотор этот попадается и на некоторых моделях европейских производителей. Что по этому двигателю можно сказать? Здесь 69 лошадиных сил, и двигатель этот конструктивно очень прост. Это три цилиндра в ряд. Блок цилиндров здесь алюминиевый. На каждом цилиндре своя индивидуальная катушка сожигания. Здесь присутствует фазовращатель на впускном распредвалу и цепной привод ГРМ. Двигатель настолько прост, что сюда даже не стали ставить гидрокомпенсаторы. И в целом, простота этого двигателя, в принципе, обеспечивает неплохую надёжность. По заверениям производителя, мотор выхаживает порядка 200 тысяч километров пробега. Но двигатель крайне требователен к масляному сервису. Сам объём заливаемого масла здесь небольшой. 3,1 литра. Вязкость 5W20. Но при этом у тех, кто пренебрегает заменой масла и часто тянет до 10 и более тысяч километров, есть неиллюзорный шанс попасть на забитые маслоканалы. Впоследствии это приводит ни к чему иному, как к провороту вкладышей. Мотор отправляется на помойку, поскольку ремонтировать эти агрегаты нет никакого экономического смысла. Проще взять контрактный. Второй момент, который следует иметь в виду при покупке такого автомобиля с поправкой на пробег, это ресурс цепи ГРМ, цепь здесь однорядная и она имеет свойство подрастягиваться на пробеге где-то около 100-120 тысяч. Не отличается особым долгожительством и насос системы охлаждения, за состоянием которого также придётся поглядывать. Кроме того, многие владельцы 1К РФЕ отмечают повышенную вибронагруженность этого агрегата и, соответственно, шумную работу. Но в целом из плюсов этого двигателя всё же, повторимся, неплохая надёжность и хорошее предложение по таким моторам на вторичном рынке среди контрактных агрегатов. Так что покупать такой автомобиль, в принципе, можно. Для городской эксплуатации мотора хватит, но вот на трассу с такой энерговооруженностью в целом уже лучше не показываться, даже несмотря на маленький вес самого автомобиля. Для обгонов на трассовых скоростях Ярис с этим мотором не очень подходит. Зато коробка передач на этом автомобиле – это самый что ни на есть обычный вариатор, который Toyota давным-давно уже научилась делать. Соответственно, вопросов по ресурсу к этим вариаторам не будет, особенно в соседстве с самым маломощным мотором в линейке. С учётом нормальных интервалов замены рабочей жидкости, раз хотя бы в 40 тысяч километров, вы вправе рассчитывать на пробег 200+, который ваша коробка проедет, прежде чем запросит к себе внимание. Следующий мотор имеет объём 1,5 литра и носит индекс М15АФКС. Это уже современный двигатель, который появился ближе к 2018 году. Это всё также рядная тройка с алюминиевым блоком цилиндров и двумя верхними распредвалами. У него также цепной привод ГРМ, но на данном двигателе используется непосредственный впрыск топлива. Мотор выдаёт 120 лошадиных сил и 150 ньютонометров крутящего момента. Этот двигатель сложнее предыдущего 1-литрового по конструкции, в частности, здесь стоят уже современные фазовращатели. А также система ЕГР, с теплообменником которой связана одна из характерных, пусть и не часто повторяющихся проблем в виде его теплообменника Течи. М16А имеет гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, соответственно, с их регулировкой заморачиваться не придётся. Что касается масла, его объём здесь 3,6 литра, вязкость 0,20, ну а бензин в такие двигатели уже заправляется сугубо 95-й. Также, по отзывам некоторых владельцев подобных автомобилей, на пробегах свыше 100 тысяч километров мотору может понадобиться обслуживание системы ЕГР в виде профилактической чистки. Но в целом М15А пока хоть и современный, но надёжный мотор. Посмотрим, как они себя проявят, когда средние пробеги на таких моторах превысят отметку 200+. Кстати, М15А в данном случае сочетался, помимо вариатора, на ещё и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Плюс машины с таким двигателем могли иметь опциональный полный привод. Поэтому, в целом, данный двигатель, с учётом небольшого веса автомобиля, может быть очень интересным приобретением. Ну а самой максимальной версией Яриса в данном кузове будет гибрид, в составе которого будет работать всё тот же М15А, но уже с другим индексом. FXE. Этот двигатель выдаёт 91 лошадиную силу, но вместе с ним трудится ещё и электромотор. Всё сказанное про предыдущий двигатель в плане его особенностей характерно и для данного мотора тоже, разве что он адаптирован для работы в составе гибридной установки. Плюс у него высокая степень сжатия 14, что предопределяет требовательность к качеству топлива. Ну а по схеме устройства самой гибридной установки машина в целом повторяет Prius. Здесь тоже есть батарея, есть инвертор-преобразователь и есть два электродвигателя, один из которых выступает в роли тягового двигателя, а второй в роли генератора. А также отвечает за изменение передаточного числа оборотов коленчатого вала бензинового двигателя к колёсам. В целом конструкция отработанная и надёжная, но такие машины стоят дороже, да и пробеги на гибридах, как правило, больше, если говорить про японские аукционы. Но в городском цикле лёгкий гибридный Yaris потребляет совсем мало топлива, фактически можно укладываться в отметку порядка 3 литров на 100 километров. Ну а прежде чем посмотреть на Toyota Yaris снизу, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для данного автомобиля 140 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. Низшая точка в данном случае располагается под защитой моторного отсека и до неё от земли всего 13 сантиметров. Это значение соответствует клиренсу спортивного универсала Subaru Levork на дорестайлинговых автомобилях, где это значение минимально. Но под передним бампером Yaris вполне себе приемлемые 17 сантиметров. Что касается расстояния за задним колесом до порога, это 18 сантиметров. Расстояние до накладки порога перед задним колесом 20 сантиметров, а расстояние до заднего бампера 26. Причём стоит отметить, что задний свес у автомобиля практически отсутствует. Плюс за габарит заднего бампера выступает разве что буксировочная петля. И в принципе всё, даже банк оглушителя в данном случае находится по сути внутри оси колеса. Поэтому зацепиться чем-то при парковке к поребрику задним ходом на этой машине точно не получится. И если вам понадобится парковаться к высокому препятствию, делайте это задним ходом. Ну а теперь поговорим про ходовую часть и вообще про вид снизу. Что касается подвески этого автомобиля, то здесь она построена по классической схеме для бюджетных малолитражек. Передняя подвеска типа Макферсон, а сзади в нашем случае зависимая подвеска, то бишь балка. Что касается особенностей конструкции передней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости на этом автомобиле, кстати, присутствует. Хотя доступ к его компонентам довольно-таки сильно ограничен. Стабилизатор здесь спрятан перед рулевой рейкой и, соответственно, попасть к его втулкам просто так может и не получиться. По крайней мере, придётся делать это всё вслепую. Что касается нижних шаровых аппортов, в данном случае они у нас запрессованы в рычаги. По задумке конструкторов отдельно меняться не должны. Но, как говорится, всё можно купить в дубликате и при необходимости перепрессовать. Пластиковая грязезащита здесь с завода имеет очень ограниченную площадь. Фактически она не прикрывает, собственно, моторный отсек. Довольно низко в данном случае расположена проводка кислородного датчика перед банкой катализатора. Если вы будете где-то маневрировать передним ходом, помните об этом, чтобы ничего здесь не оторвать. И в данном случае довольно низко проходит и по трубок системы охлаждения. Правда, здесь он хотя бы не свисает ниже рамки телевизора, как на мини-купер. Рулевая рейка здесь электрическая, соответственно, никаких проблем с гидроусилителем и с отсутствием ОНО у будущих владельцев Ярисов не будет. Некоторые вопросы могут возникнуть к идее разместить блок управления коробкой передач на ее тыльной стороне, фактически снизу, в зоне, где, по идее, постоянно будет грязно и сыро. Хотя, вполне возможно, конструкторы заранее позаботились об его гидроизоляции. Хотелось бы, во всяком случае, на это надеяться. Что касается антикоррозийной обработки, как и стоило предполагать, в случае с машиной для внутреннего японского рынка, ее здесь практически нет. Количество антикора на днище Яриса следовое. По факту, например, внутри моторного отсека герметик присутствует только на швах. Лежит он, кстати, здесь очень аккуратно. Чуть больше его в районе порогов. Но, опять же, назвать эту антикоррозийную обработку тотальной, язык не повернется. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать подобную машину в регионе, где в ходу реагенты и делать это на протяжении многих лет, рекомендуем заранее озаботиться и обработать автомобиль, пока он еще находится вот в таком виде, максимально соответствующему новой машине. В задней части кузова автомобиля ситуация с антикоррозийкой заводской не становится лучше. Герметик здесь также присутствует лишь на швах. Топливный бак имеет объем 40 литров и сделан он из пластика. Гнить не будет, как, собственно, и заливная горловина. Она здесь тоже пластиковая. В нашем случае автомобиль переднеприводный. Здесь самая обычная зависимая подвеска. Балка, два сайлинблока, пружина отдельная от амортизатора и сам амортизатор. Все предельно просто и дешево в плане замены и обслуживания. Задние тормоза в данном случае у нас барабанные. Кстати, если машина будет иметь полный привод, то задняя подвеска будет уже независимая. Там будут рычаги. А в случае с гибридным вариантом, если он будет на полном приводе за подключение в работу задней оси, будет вообще отвечать отдельный электромотор. То есть никакого кардана здесь не будет в помине. Кстати, к вопросу о состоянии праворульных автомобилей из Японии. Несмотря на пробег в 66 тысяч километров, снизу этот Ярис выглядит буквально как новая машина. Ржавчины здесь нет вообще нигде. Даже каких-то следовых количеств. Выхлопная система, по сути дела, выглядит так, как будто автомобиль только-только съехал с конвейера. Таким мы увидели сегодня Toyota Yaris 2020 года выпуска с пробегом по Японии 66 тысяч километров и 1-литровым мотором на 69 лошадиных сил. Если у вас уже есть такой автомобиль, на котором вы ездите достаточно долго, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной малолитражки, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал автомобиль, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда это видео увидит свет, машина все еще будет на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас информацию по машине вы можете, воспользовавшись контактным телефоном, который мы указали в описании под видео. Разворачивайте описание, смотрите номер, пишите, звоните. Если обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Пока!